Готовите нам салфетку. Ну, детей позови сюда, чтобы они поняли, как это дается. Ребятишки, оставьте пилы, зайдите сюда. Посмотрите, бумага какая. Иди сюда быстро. Вот это бумага. Подходите, девочки, подходите. Она мягкая, хорошая. Это мне разрешали брать типографию Алтайская правда. Тогда станки такие большие работали. И я с рулонов на полу раскатывал рулоны, потом закатывал отдельные бумаги, рулоны и приносил. Теперь я грязь, которую срезал, вот она лежит. Это у вас, чтобы там была, срезать мне необходимо. Теперь уже совсем хорошие. Вот я отрезаю. Прям готовая туалетная бумажка. Смотрите, чтобы отрезать, мне надо было нож наточить, плести бумагу. Вот теперь целая куча будет, везде разложить, не терять. Как это дается? Я прошел эту бумагу, брал 3400 километров. Дальше, чем до Москвы. Полные рюкзаки. Переплетал вот такие большие тетради. Переплетенные. Нес в университеты, в милицию. Тогда милиция называлась где-то. Приезжали, я приехал сюда. Так тут приехали на автобусе, в школу развести. Все советы. У людей не было бумаги. Ну и что? В любом деле ты можешь оставить след. Ну нету нигде бумаги. Вообще не было бумаги. Нашел выход. Так журнал милиции называется. И тот пропечатал. Вы видели человека с рюкзаками? Утром рано. Полиция. Это для нас работает. Тюрьму. Один раз я отправил сразу только. Приехала машина на четыре. И вспоминает тонны. Тонны. Брал отходы, от которых не проданы газеты. В разных... Там у нас есть... Продается Роспечать. Примерно с 20 газет. Себя переплетал. И нуждающиеся. У меня здесь вот газеты лежат. Если их так вот сложить. 13 метров высота. 750 килограмм. И написано для будущего поколения. И почти каждой газете по метке, которую считал. Откуда вы знаете? Знаете, конечно. Откуда? Так, маленечко отсюда отойди. Она зайдет. Вот. Они залетели. Ты покажи гнездо где. Я вам показываю. Вы можете найти себе работу где угодно. Я вас для чего хотел, чтобы... Вот это... Видите? Так, подождите. Вот она что. Пыль. Ну, сколько дней уже никто не убрал. Все должно быть чисто. Влажной тряпочкой смести. Вон, эти замки туда ложите. Лихоточкой смехнули. Все. Тряпкой-то окрасит, заходишь. Нету. Это зеркало наше. Зачем она здесь? Высушили ее, свернули, положили в другом месте. Это привычка у русского человека. Надо, не надо на глазах. У нас здесь вот четыре машинки швейные. Протереть и закрыть, которые дал материю. Отрезать. А с нее легко стряхнуть будет. Да. Ну, лишнее это не стоит. Так что, вот эта палка нужна здесь. По порядку начнем. Если этот нож, я вот заберу. Все остальное, вот она падает. Видите, задвижки. Это от тебя, Володя, уже касается. Да, от меня. Каждая вещь и свое место. Ножовку, то есть. Ну, что попало? Ну, гляньте, посмотрите, какой картон лежит на окне. Это что? Да наоборот, вот такие красивые шторочки, но только не закрывать. Эти летают где-то. Мешки эти все выдрихнуть, свернуть, на солнце нигде не держать. Они что, были готовы в любой момент взять? Проверить, где съедобное что? Крупы, все это убрать. Я почему должен за этим смотреть? Под ногами лежит инструмент. Тут ли ему место-то? Один раз обойди и найди где-то далеко под кровать. Напротив двери, вот дверь идет, косяки. Вот это называется косяки. Чтобы никогда ничего не было, это проход для человека. Как бы тебе не хотелось некуда, никогда. Ну, вот я работаю здесь сейчас, я поставил ведро, сейчас же его убрать. Почему? Не дай бог пожар или что-то, и кверх ногами пойдет все. Вот из комнаты дверь, одна улица, в магазине везде открывается наружу. Народ как ломанется, чтобы дверь открылась. А если она сюда, ее прижали никуда. Но в комнате наоборот. А почему? Пожар начнется, сосед начнет мебель вытаскивать, тебе дверь задвинули, тебе уже не выйти. Каждый открывает на себя. Вот, допустим, доски лежат вот так. А почему не так? А больше истирается по ходу. Как человек заходит сюда, в таком направлении должны быть доски. Я строитель профессиональный. То есть до нас люди все это обдумали. Так, Володя, вот посмотри. Если это электричество, оно под током и открытое, патрон стоит, лампочки нету. Нормально? Нет. Нет. А ребенок есть ребенок, он куда попало руки сунет. Чтобы никаких проволочек не было. Мы там все эти, которые розетки, все запечатали, нигде нету. Для чего? Чтобы не было несчастного случая. У меня пошла Надежда Васильевна на работу, взяла племянника. Где он взял, что приколка женская? Он подошел в розетку и ее сунул. Ну, сатана это все делает. И не убила его, но на руке полностью так отпечаталось все. Выжгла мгновенно. Зачем он? Он не может этого объяснить никогда. Ну, вот такое дело. Вы будущие хозяйки, может быть. Смотрите, чтобы был порядок. Есть люди такие, что вот оно белье. Есть, оно швырнуло. Зайдешь, куча грязного белья. Я приехал в Рубцовск. Меня пригласили в гости. Ну, он благочинный был. Бурдин отец Александр. И на суде он против меня показывал, когда судили меня. А матушка была Анна Николаевна. Ну, например, вот как Галя такая. Огонек мы ее звали. Я заглянул, а у нее две полные ванны белья готовы. Мы беседовали, наверное, с 6 до 12. И утром встал, у нее все уже вывешено. Все перестирано. И она все успевала делать. И знаете, ласточки не могут залететь никак. Так, ну все, теперь. Вы поняли? Да. Потом и в туалете везде. Берегите. Это все недаром. Мы не платим деньги. Но это мы... Трудимся. Все, во славу Божьей. Спасибо. Благодарение вас. Это уроки. Спасибо. Уроки доброты и ужаса талант. Ну что, давайте, немножко осталось. Скоро уже. Руки вытем. Почему? 37 минут. У меня опуху болит. У вас сегодня кто дежурный? Я. Я и Вика. Где-то без 20... Не бежать? Через 3 минуты пойдете. Еще попилить немножко и пойдете. Тогда пойдем. 3-3 минуты. Ну это дежурные пойдут. Вы чуть попозже. Ну это я, слава Богу, за все. Продолжение следует... Продолжение следует... ... ... ... Продолжение следует...